Многие люди очень сильно любят мохнатые блохастые комочки аллергической шерсти под названием кошки. Но никто не подозревает, что среди этих мурлыкающих усачей есть настоящие рецидивисты. Итак, с вами Грэй Биллз и это ТОП 10 самых бесчеловечных кошек-убийц в истории человечества. Или котовечества. Открывает наш ТОП и занимает 10 место Бандон Кит, свирепствующий в США в 1982 году. Этот милый и пушистый кот обрел дурную славу довольно быстро. Молодая семья, приятившая котика, найденного на помойке, вскоре была обнаружена повешенной. Детективов сразу привлекла странность удавки. Это была вязка сосисок с очень прочной оберткой. Ну с кем не бывает, подумали следователи, у всех свои тараканы в голове. Но семейные вздергивания на сосисках продолжались. И в каждом доме был один и тот же котик. Это тоже было весьма странно. Кота хотели взять под арест, но животное бесследно исчезло. Продолжает наш ТОП Безумец Кит, промышлявший в Ливерпуле в 1964 году. Это был просто шизанутый кот, который расцарапывал лицо и выковыривал глаза тем, кто пытался его погладить. Одного мужчину Кит лишил пальца и игрался ним, пока тот умирал в муках. Его выходки прекратились только тогда, когда Китцу резанули яйки. А продолжает наш ТОП Кири, кот-потрошитель, действующий в Канаде в 2009 году. Это был настоящий прирожденный убийца, который отправил на тот свет свыше 90 человек. Кот дожидался подходящего момента и нападал на людей, прыгая с дерева. Он буквально вгрызался в шею и перегрызал сонную артерию, что приводило к молниеносной смерти. Многие его жертвы даже не успевали понять, что происходит. Кири был пристрелен полицейскими патрульными после длительной погони. Кот по кличке Гробовщик Рой убивал своих хозяев в США в 1953 году. Это был кот с уникальными маниакальными способностями. Он был отличным мышеловым и никогда не оставлял после себя и следа своей добычи. Но он не ел пойманных мышей. Он подбрасывал их в вещи и матрас хозяев, травя последних мышиным трупным ядом. Когда тайна была раскрыта, погибло около 95 человек, а сам кот-гробовщик скрылся в неизвестном направлении. Полиция предполагает, что он залег на дно, сбежал в Мексику и поменял цвет шерсти. Роза Загадочная кошка-убийца по кличке Роза расправлялась с людьми во Франции в 2001 году. Эта кошка проникала в дома людей, страдающих аллергией на кошачью шерсть. Она дожидалась ночи, и когда человек засыпал, выходила и ложилась возле лица или на лицо человека. Возникал сильнейший приступ аллергии, и человек погибал. Как выглядит кошка неизвестно по сей день, но в зубах она носила лепесток розы, который оставляла на каждом месте преступления. Вектор Этот кот-убийца ассасинил в Ватикане в 1767 году. На протяжении всей своей сознательной жизни кот-вектор убивал служителей Ватикана и делал это без единого следа. Спалился кот-убийца тогда, когда попытался убить папу Римского. Кот-вектор был казнен на площади Святого Петра. Водяной Васька Этот кот-убийца маньячил в Ростовской области с 1993 по 1997 год. На счету этого мохнатого маньяка более сотни человеческих жизней. Жертвами кота были рыбаки. Он напрашивался на лодку и когда выходил на глубину водоема, прыгал в воду. Естественно, человек прыгал за ним в попытке спасти бедное животное. В этот момент кот набрасывался на лицо рыбака, царапал его и топил. Водяной Васька стал случайной жертвой во время разборок двух банд, перестрелявших друг друга на свалке близ Ростова. Милашка Дэзи Кошка-убийца, промышлявшая в Калифорнии в 2000 году. Милая очень красивая киса проникала в дом людей с помощью своего природного обаяния. Оказавшись внутри дома, киса дожидалась, пока хозяева уснут, и тут наступал настоящий ад. Однажды скрытая видеокамера зафиксировала проказы кошки-убийцы. Вылезав себя целиком, особенно под хвостом, она склонялась над спящими хозяевами и виртуозно сблевывала комочек шерсти им в рот. В сонном бреду люди зачастую задыхались и умирали. Убийства прекратились только после того, когда один молодой человек побрил кошку наголо. Саймон Джо, США, 1932 год. Кот-убийца, принадлежавший легендарному Аль Капоне. Домашний питомец гангстера настолько проникся делами своего хозяина, что частенько разгуливал по ночному Чикаго, убивая за ночь не менее 3-4 людей, в основном полицейских. Кот-убийца был застрелен во время попытки ограбления ювелирной лавки и нанесения тяжких телесных повреждений ее хозяину. Последний в нашем топе – газовый пушок, свередствующий в Свердловске в 1988 году. Его так прозвали не потому, что он пердел, как старый дед, а потому, что людей, у которых он жил, постоянно находились задыхнувшимися от газа. Милиция списывала это на водку и неряшливость хозяев, забывших отключить газ. Но после 300 смертей заподозрили пушка. Этот ублюдок умудрялся лапками включать газ и таким образом травил сотни людей. Его застукали с поличным, но кот не растерялся и спровоцировал взрыв. Чего пушка так и не нашли? Ходят слухи, что он до сих пор жив. Будьте осторожны. Как вы уже догадались и увидели, что данный топ 10 котов-убийц – это на самом деле фейк и просто набор бредовых, смешных и порой не очень вымыслов о котах-убийцах. В реальной жизни не существует ни единого инцидента, где кот убил человека. Имеется в виду взрослого человека. Все это слухи, выдумки и все, что вы найдете в интернете и на ютубе, где кот реально загрыз человека насмерть – это все фигня и полнейший бред. Таких моментов не было зафиксировано нигде. Даже вот эта знаменитая легенда, что в СССР, там, короче, кошка перегрызла мужику, какому-то алкашу, перегрызла сонную артерию, потому что тот избивал мальчика и его мать. Вот это тоже вымысел. На самом деле, конечно, от укусов и царапин кошек потерпает более 400 тысяч человек в США. Это люди, которые обратились за помощью. У меня знакомого тоже стриганул кошара за палец. Тот прибежал в больницу, так сильно боится умереть, видимо, и сказал, что у него трагедия. Ну, все всполошились, что-то случилось, короче, и он говорит, что его укусил за палец кот. Так там просто стоял на всю больницу ор, ор медиков. Они просто тупо ржали с него. Я знаю тоже случай, когда кот напал на мужика. Тот спал. Ну, мужик спал. А кошара тоже отдыхал у него на грудной клетке. Ну, и, конечно же, мужик периодически сглатывал слюни или сопли. И у него бегал кадык на шее. Кошара увидел, что какой-то шарик движется вверх-вниз. Сначала сопровождал его заинтересованным взглядом, а потом набросился на кадык. Ну, естественно, мужик остался жив. Там, подумаешь, слегка расцарапал шею. Вот и все. Кошки-убийцы действительно существуют, и их жертвами становятся младенцы. Это детки, которые в силу отсутствия силы, как бы это ни звучало парадоксально, не могут сбросить с лица или с грудной клетки кота. И это вызывает асфиксию. По сути, кот становится убийцей неосознанно. Но в США это реально существующий инцидент, произошедший в 2016 году. Там просто ржало все США. Теперь мы поражем. Мужик более получаса дрался с собственным домашним котом весом 4 килограмма. Полицию и медиков вызвали соседей, так как эта драка просто не прекращалась. Стоял жуткий ор кота и такой же жуткий ор хозяина этого кота. В конечном итоге мужичка отправили в больницу с помощью вертолета. У него были там серьезные глубокие повреждения, несмертельные. Зрение осталось на месте. Все нормально, короче. Артерии тоже не были порезаны. Кошака забрала полиции и передала в ветеринарку. Там сделали анализ, чтобы выяснить нет ли бешенства. Бешенства не оказалось. Когда мужик пришел в полицию и попросил вернуть кота. Ему сказали, что кот в ветеринарке. Он пошел в ветеринарку, потребовал того же. Те сказали идите к ментам. Тот вернулся к ментам и сказал, вы не имеете права задерживать моего кота. Тем более, что в том инциденте был виноват я. То есть, вот такие вот пряники. С вами был ТОП-10 фейковых котов-убийц. Играй Биллз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. В общем, и не верьте во всякую вот эту бредятину, где вам рассказывают, что существуют коты-убийцы, комары-грабители. И, не знаю, там, змеи-насильники и, короче, ящерицы-гомосети. Короче, ну, что-то в этом роде. Всем до свидания. Всем хорошего настроения. Денег нет, но вы держитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok